В эфире «Город С». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Невозможно сказать, когда появилось понятие социального работника. Ну, совершенно точно, что очень давно. Просто раньше они назывались по-другому. А вот сегодня, благодаря именно этим людям, дети-сироты обретают семью, инвалиды находят себя в жизни, пожилые люди избавляются от нищеты и одиночества. И об этом мы и хотим поговорить сегодня, в ближайшие полчаса, потому что именно сегодня день социального работника. К нам в студию пришла Светлана Вьюговская, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа. Самара, здравствуйте. Здравствуйте. Вот доброта, способность к эмпатии, умение слушать, понимать людей. Это, наверное, очень небольшой список свойств, которые обязательно должны быть присущи социальному работнику. Вы бы как-то его еще продлили? Ну, конечно, социальный работник – это человек, который выбрал свою профессию, наверное, благодаря каким-то своим душевным качествам. Потому что тут важен не только профессионализм, какие-то знания, которые в тебя заложены. Потому что работа с людьми, она, конечно, связана именно с чуткостью, как правильно вы сказали, да, с пониманием, с возможностью расположить к себе человека, вызвать доверие. И это именно для того, чтобы помочь ему решить свои какие-то ситуации, в которых он оказался, в непростых ситуациях, в которых может оказаться каждый человек в данный момент и период времени. Я могу сейчас ошибаться, но, например, вот если брать врача, то врач, наверное, не обязательно должен любить пациента. Главное, он должен ему вылечить, он должен ему помочь. Что касается социального работника, вот просто выполнить свои обязанности, это означает, наверное, не выполнить до конца миссию. Вот любовь-то, а где же ее брать? Ну, где ее брать? Брать ее только внутри себя, да, раскрывая свои личные качества. Конечно, это эмоционально очень затратная профессия, и каждый ищет для себя какие-то, наверное, пути, где возможно себя восстановить после, да, своих трудовых будней. У кого-то это семья, у кого-то это друзья, у кого-то какие-то интересы. Конечно, нужно восстанавливаться, уметь отдыхать, и вот эта вот постоянная отдача, она должна восполняться. Да, и очень хотелось бы, чтобы она восполнялась теми благодарностями, да, в том числе тем уважением со стороны людей, к которым мы приходим со своей помощью, да, и более, наверное, и к нам чутким пониманием, отношением со стороны наших. Что совершенно необходимо. Что совершенно необходимо, потому что как бы человек много не отдавал себя, да, ему хочется как бы это чем-то восполнить, и поэтому, конечно, когда к нам, нам высказывают слова благодарности, это стоит вообще, не знаю, многого очень больших наших эмоциональных затрат, и компенсирует вообще, наверное, сторицей. А в этой сфере только женщины работают? Ну, в основном, да, в основном, да. Есть, конечно, ну, у нас есть мужчины-единицы, это кто нам помогает в своей непосредственной работе, да, но именно социальный работник, это, ну, наверное, 99% это женский коллектив. Потому что ресурс любви у них безграничен. Вот это правильно. Итак, мы сегодня все равно хотим поговорить о работе вашего департамента, и, наверное, стоит начать с основных направлений, которыми приходится заниматься, ну, совершенно точно знаю, что их немало. Да, их абсолютно немало, но даже взять название нашего департамента, уже департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, исходя из этого, можно сделать выводы об основных наших направлениях, да. Первое, наверное, очень, наверное, важное, это оказание помощи детям, которые остались по каким-то причинам без попечения родителей. Следовательно, много очень вопросов, которые решаются в этом направлении, это и защита их жилищных прав, имущественных прав, и самое главное, и первое очередное, это все-таки устройство такого ребенка в семью, если вдруг у него не оказалось по каким-то причинам родителей. А второе очень важное такое огромное прям направление, это все-таки оказание дополнительных мер поддержки жителям Самары. Почему они называются дополнительные? Потому что они идут, помимо тех, которые у нас определены федеральным законодательством, там, региональным законодательством, выплаты, компенсации, пособия, это те меры, которые администрация городского округа Самары, изыскав возможности в бюджете, да, и может помочь жителям Самары для того, чтобы как-то в той или иной ситуации им помочь. Ну, в основном, конечно, это какие-то выплаты у нас единовременные, компенсационные, ежемесячные, разным абсолютно категориям. Это в основном, конечно, тем, кто нуждается, да, это инвалиды, участники ветеранов Великой Отечественной войны, семьи, воспитывающие детей инвалидов, сами инвалиды. То есть этот перечень довольно обширный, есть вообще неограниченные выплаты, которые неограниченному, как бы, кругу лиц жителей Самары, независимо от какого-либо статуса их, да, или там льготы предоставляются. Поэтому администрации городского округа более 50 различных мер поддержки оказывается. И в целом из разных бюджетов, если мы возьмем и федеральный, и региональный, и наш местный бюджет, то есть более 600 миллионов рублей в год тратятся на эти меры поддержки. Конкретно нашим департаментом мы реализуем шесть муниципальных программ, которые и направлены на помощь жителям нашим. И только вот в этом году предусмотрен больше 360 миллионов рублей на различные меры поддержки. Вот правильно я понимаю, что мы сейчас говорим о мерах, которые есть только у нас, которые вот разработаны администрацией города, и которые есть, в общем-то, ну, не будем сейчас про Москву, Петербург говорить, да, которые далеко не в каждом городе существуют. Конечно, каждый орган местного самоуправления вправе сам, ну, смотреть нужды своего населения, на что бы сейчас необходимо более направить средства и в каком, грубо говоря, месте поддержать вот человека, да. Поэтому каждый для себя, исходя из своих финансовых возможностей, а самое главное, из желаний, пожеланий и нужд населения, эти меры принимает. Ну, тогда, наверное, поговорим об этих мерах, о выплатах, которые существуют, если мы сейчас сможем их все каким-то образом озвучить. Я только напомню нашим зрителям, что сегодня в День социального работника в студии города С Светлана Вьюговская заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной защиты. И сейчас вот мы хотим как раз рассказать о том, какие меры поддержки существуют в городе Самаре. Конечно, их большое очень количество, и перечислять, я думаю, мы не сможем в рамках нашей передачи, да. Хочется просто обратить внимание, что мы все, как и органы местного самоуправления, являясь одной из ветвей власти, нацелены на выполнение посланий нашего президента Владимира Владимировича Путина, который он озвучил Федеральному собранию Российской Федерации 21 апреля этого года, а также посланий губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, который мы услышали 18 мая. Сейчас мы являемся как бы исполнителями нескольких национальных проектов демографии и здравоохранения. Вот в рамках демографии как раз мы и реализуем наши показатели, как бы меры социальной поддержки, которые направлены на финансовую поддержку семей при рождении детей. Но именно для жителей Самары есть социальная мера, например, при рождении близнецов. То есть каждая семья, в которой родилась двойня, это, ну, как бы такое событие. Чтобы не было очень страшно, вы их готовы поддержать. Мы их готовы поддержать. Они получают по 8 тысяч рублей на каждого ребенка. Все равно, ну, любая копейка, как бы, да, при рождении ребенка, это вещь. Да еще как любая. А если уж как бы у нас родилась двойня, в прошлом году у нас было даже там две тройни одновременно родились, да, то есть для нас это тоже такое событие, на которое мы обращаем внимание, да, демография все-таки у нас один из важных показателей, и она растет, и это очень радует. В прошлом году, в 20-м, мы ввели именно для близнецов еще одну меру поддержки при, как бы, посещении, вернее, когда они идут в школу в первый класс, тоже им выплачиваем посылки. То есть те расходы, которые возлагаются на плечи родителей? Мы стараемся как минимально, да, компенсировать. Но это не только при рождении детей, конечно, у нас и есть меры поддержки, направленные на семей, воспитывающих детей инвалидов, например, выплаты на ремонт по 50 тысяч рублей. И наша такая категория, как бы, ребят, которые остались без попечения родителей, естественно, куда мы, мы же не можем их оставить без своего внимания. Мы стараемся оплачивать аренду жилья, если у ребенка нет до какого-то времени возможности где-то проживать, мы им компенсируем оплату, вернее, оплачиваем аренду. Затем сейчас, вот при, вернее, с прошлого года, тоже с 20-го, мы ввели такую меру поддержки, как выплачиваем единовременные пособия новоселам, кто у нас получает квартиры, ребята, сироты, да, так небольшие, подъемные на предметы первой необходимости. Вот вы говорите, небольшие, а ребенок выходит из детского дома, он же вообще, в общем, еще и без работы, без средств существования, и для него это, конечно, огромная помощь. Да, да, то есть, конечно, они получают эти деньги, очень рады, они за ними приходят, поэтому купить что-то, хотя бы кровать покупают, да, что-то элементарно, да, необходимое в квартиру новую свою, да, с учетом тех радостных моментов, когда ты получаешь свои ключи, то это все равно, конечно, им приносит удовольствие и удовлетворение. Ну и также ребятам-сиротам, да, у нас есть еще такие выплаты, как по окончанию школы, то есть для того, чтобы как-то помочь опекуну, да, приемному родителю собрать ребенка на выпускной, мы тоже ввели такую меру поддержки, она у нас почти 10 лет уже как реализовывается, 10 тысяч рублей ребенку при окончании этого. Конечно, некоторые ведь даже отказываются от выпускного из-за того, что невозможно просто внести такую сумму. А давайте сейчас, пока мы об этом начали говорить, посмотрим, у нас есть сюжет на эту тему. Оле Бляблина 17 лет, девочка-выпускница школы номер 100, воспитывается в приемной семье с 2014 года. Оля учится на отлично и планирует поступать в плановый университет на экономиста. Сегодня выпускница в числе тех, кому вручают денежные сертификаты. Я хочу стать экономистом, я очень долго к этому шла, в детстве всегда думала, что я буду экономистом, так как смотрела, например, свою маму. Мне очень приятно, что я здесь, что она заботится, помнит о нас. В этом году 11 класс общеобразовательных школ заканчивают 75 детей, которые воспитываются в семьях попечителей и приемных родителей. Сейчас подготовлены и направлены сертификаты на получение единовременного пособия во все внутригородские районы, где пройдут вручения. 10 ребят наградили в администрации Самары. Глава Самары рассказала о материальной поддержке выпускников от региональных властей. Возможность получить денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут у тех, кто решит поступать в самарские вузы и СУЗы. Об этом стало известно во время ежегодного послания губернатора Дмитрия Азарова к жителям области и к депутатам губернской думы. Так что не забудьте про это. Вам до сентября месяца и еще на поддержание на первое время тоже будет от региона, от губернатора вот такое пособие выплачено. Всего в Самаре в приемных семьях воспитываются 2520 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2010 года пособие получили 622 ребенка. Мы сейчас говорили о мерах социальной поддержки для жителей города Самары. И мы говорили о поддержке семей, о поддержке людей с инвалидностью, о выплатах для детей-сирот. И я думаю, что это, наверное, лишь маленькая часть существующих у вас мер. А как людям-то в этом разобраться? Совершенно точно, что не все знают то, что им положено. И, может быть, где-то можно найти информацию подробную, которая поможет им. Да, конечно. Мы понимаем, что обладать всей информацией – это очень сложно. Конечно, сейчас есть у нас интернет, и если очень задастся целью, то можно, конечно, найти, где достать информацию. Но мы в департаменте ежегодно уже взяли себе за основу, за правила. Мы выпускаем вот такие вот справочники. Справочник для семей, воспитывающих детей. Но здесь не только для семей. Тут, в принципе, все выплаты, пособия, компенсационные выплаты, которые можно получить, и не только наши городские, и федеральные, и региональные. То есть практически весь комплекс услуг, он очень удобно. Там такая толстенькая книжка. Да, он очень удобно у нас как бы сформирован. Можно найти просто свою категорию, там, например, многодетная семья, и посмотреть, какой пакет документов. Да, там написано, как оформить, да? Куда необходимо обратиться. Время приема, контактные телефоны. Если есть какие-то там комментарии из законодательства, то есть это тоже там есть. Поэтому мы, конечно, у нас очень большим спросом пользуется этот справочник. И учитывая, что такая ситуация, мы, в общем, его разместили на нашем официальном сайте. Есть электронная его версия на нашей странице департамента на официальном сайте администрации городского округа Самара, где, в принципе, можно зайти и также его полистать, и посмотреть всю информацию от сумм выплат, да, там, до именно списка документов, и куда можно прийти, в какое время. То есть полная развернутая информация. Живьем его можно где-то раздобыть для тех, кто не владеет интернетом, для пожилых людей? Но они есть в наших учреждениях, то есть в районных отделах, да, в отделах социальной поддержки населения, которые у нас в каждом районе есть. Мы стараемся. Конечно, просто они как пирожки горячие разлетаются. Ну, потому что на самом деле очень важный сборник. Поэтому мы для этих целей, да, все-таки пользуемся современными технологиями. Светлана Михайловна, нетрудно предположить, что в период пандемии, в которой мы, в принципе-то, еще продолжаем жить, нагрузка на социальных работников увеличилась в разы. И, честно говоря, не очень понятно, как вы вообще работали, вот, например, год назад, когда большинство из нас из дома-то выходить не имели возможности. Ну да, это, в общем, стало непростым таким периодом для всех, особенно для социальных работников. Ну, в тот период, конечно, мы все мобилизовались, да, и каждый работник, который работает с людьми, в принципе, ну, проявил свои лучшие человеческие качества. Мы помогали и взрослым, и детям, и, в общем, мы работали практически без выходных. Вот, максимально старались оказать помощь, в том числе материальную. У нас в 2020 году 3600, ну, даже чуть побольше человек получили эту помощь, потому что мы понимаем, что материальное положение резко во многих семьях, ну, просто пропало. Просто рухнуло, конечно. Просто рухнуло, да, потому что, ну, никто не был, в общем, готов к таким, к такому повороту событий, сложим, да, ситуациям. Мы постарались, в свою очередь, конечно, облегчить возможность получения всех выплат. Выплаты предоставлялись без посещения гражданами наших учреждений. Ну, на что больше всего хочется обратить внимание, это все-таки, наверное, организацию в то время волонтерского движения, да, в Самаре. То есть мы приняли активное участие в этом движении, всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», помогая ветеранам, инвалидам, пожилым и одиноким людям, доставляя им продукты питания, лекарства, товары первой необходимости. Ну, то есть, помимо этого, еще и дарили свое душевное тепло, внимание, да. То есть штаб добровольцев, который был организован в городской администрации городского округа Самара, только за прошлый год более 20 тысяч обращений было рассмотрено. И поэтому хочется сказать, поблагодарить, и сказать слова благодарности не только своим коллегам, но и вообще всем неравнодушным жителям Самары, которые приобщились, прониклись, да, и несмотря на какие-то риски, связанные там с собственным здоровьем, помогали тем, кому действительно вот было прям законодательно ограничено выход из дома. Ну, вот мы с вами про пандемию заговорили уже, а это значит, мы заговорили про здоровье, про безопасность. В связи с этим были ли пересмотрены какие-то меры, и, может быть, появились новые меры поддержки для медицинских работников? Да, органы местного самоуправления, мы как бы, наша основная задача, вот как у тех, кто хочет помочь людям, да, это все-таки помочь органам здравоохранения, нашим поликлиникам привлечь к себе кадры. То есть для того, чтобы были профессионалы, врачи, медсестры, чтобы не было пустых мест, чтобы людям было работать более комфортно, а самые главные результаты – это будет оказание помощи, медицинской помощи своевременной жителям Самары. Поэтому наши меры поддержки, они в основном направлены на привлечение кадров в поликлиники. То есть мы разработали, с 2020 года была запущена новая программа муниципальная, которая направлена на поддержку медицинских кадров, то есть молодых специалистов. У нас выплачивается ежемесячная выплата молодым специалистам, кто пришли работать в поликлинике. Если это врач, это 5 тысяч рублей в месяц, а если это медсестра, это 3 тысячи рублей в месяц. Затем мы оплачиваем также аренду врачам и медсестрам, которые работают в поликлиниках, если вдруг им неудобно издалека, или они приезжают к нам из других муниципалитетов, из других областей. Аренду жилья? Аренду жилья, да. Мы оплачиваем аренду жилья, компенсируем их затраты, которые они понесли. То есть тоже помощь материальная есть для того, чтобы они спокойно могли работать недалеко от своего места работы, снимать, например, жилье. И, естественно, это их здесь задерживает, задерживает, потому что условия, в которых ты работаешь, они очень важны. Ну, что еще? То есть мы предлагаем компенсировать, например, оплату частных детских садиков. Если хочешь выйти на работу в период времени с полутора, там, до трех лет, есть возможность, хочешь работать, есть вакансии, пожалуйста, выходи, мы будем компенсировать оплату детских садов. Мы понимаем реально, что этих мер, наверное, недостаточно для того, чтобы оказать такую помощь. И поэтому разрабатываем еще сейчас думать на тему. Работа продолжается. Да, работа продолжается. И я думаю, что этот вопрос будет, конечно, решен. Тем более, что в этих условиях нам еще неизвестно, сколько жить. Ну, да, это точно. Не могу не заговорить еще об одной теме. Официально пляжный сезон у нас, ну, так еще для всех, наверное, не открыт. Но, тем не менее, давайте сейчас посмотрим сюжет, который мы сняли в прошлом году, после этого вопрос. Валерий Косников, студент Металлургического колледжа. Совсем недавно смотрел со стороны, как волонтеры помогают людям. А сегодня сам один из добровольцев. Молодой человек работает на доступном пляже, где отдыхают люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть специальное оборудование, есть лежаки специальные. То есть это все для них. Мы как бы им помогаем заехать сюда, помогаем потом подняться обратно. До появления доступного пляжа Василий Петин не мог себе позволить отдыхать на берегу. Теперь же спускается к реке каждый день. Как водичка? Хорошая. Бодрит. Вот видите настил. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Вот настил, да, по песку, потому что коляска не едет. Вот. И спуск до воды прям сделан. Очень удобно. Летом это вообще незаменимая вещь для инвалидов. Периодически оборудование приходится перемонтировать, устанавливать ближе к Волге или чуть дальше, в зависимости от уровня воды в реке. На страже комфорта стоят и волонтеры, и техническая служба. По факту вот у нас на площадку может человек выйти, здесь оставить коляску, допустим, если человек может передвигаться на руках, и по пандусу спуститься до отреза воды и ополоснуться. Площадка для отдыха появилась на доступном пляже уже на второй год его существования. Регулярно здесь тестируют дорожку съезд к воде. Какой она будет, прямой или извилистой, зависит от рельефа и уровня воды в Волге. Прежде чем открыть пляж, дорожку тестируют сами отдыхающие, и с учетом их мнения работа принимается окончательно. В этом году число желающих отдохнуть на самарских пляжах выросло в разы. Границы с другими государствами пока закрыты, и многие самарцы поменяли планы на отпуск. Убирать территорию стали чаще. Наводят порядок три раза в день, традиционно утром с пяти до девяти часов, перед открытием пляжа и вечером после 18.00, а также избавляются от мусора в течение дня. В этом году здесь появились новые урны, лавочки с навесом, буи, оборудование на спортивных и детских площадках. Пляж мне очень нравится. Нравятся даже вот эти вот кабинки для переодевания, лавочки, вот близко к воде, которая тоже поставлена, и чуть подальше. И нравится особенно, вот что-то мне настил прям до воды. Так идешь, и ножки чистые, а потом раз, и сразу прямо можно в Волгу. Очень хорошо. И вот эти вот, ну, от души все нравится. Мы здесь очень любим отдыхать, каждый день приходим, загораем. Городские пляжи работают с 10 утра до 9 часов вечера. Ну, это вот прям гордость нашего города. Знаю совершенно точно, что жители многих других городов завидуют, что у нас такой пляж существует в Самаре. И я, собственно, хотела вас спросить, этим летом все будет по-прежнему, он не закроется? Нет, конечно, конечно. Мы когда открыли первую очередь на Некрасовском спуске, и сами увидели, насколько востребована оказалась эта услуга, да, особенно для эволидов, учитывая наш шикарный город, наш шикарную набережную, да, и что такая полоса пляжная вдоль всего города, а по факту как бы очень тяжело людям с ограниченной возможностью воспользоваться благами, которые дала нам природа нашему городу. Природа, которую выка по песку, да. Конечно, и поэтому через год была открыта вторая очередь на полевом спуске, вот, пользуется большим спросом, и однозначно она будет работать в этом году. Наверняка вы уже готовы к летнему сезону отдыха для детей, но я не об этом сейчас хочу спросить вас. Вот в связи с появлением особенно в нашей жизни национального проекта «Демография», больше гораздо внимания стало уделяться людям пожилого возраста. Мы больше говорим про активное долголетие. Ну, понятно, что лагеря летние для них, наверное, не организуешь, но тем не менее не только же на загородных участках садовых проводить время пенсионерам, пожилым людям. Вот будут ли для них какие-то мероприятия в течение лета, смогут ли они себя как-то реализовать? Ну, конечно, конечно. Вот именно в рамках той программы «Активное долголетие», о которой вы сейчас сказали, в Самаре реализуется социальный проект «Самара. Город активного долголетия». И для людей серебряного возраста, как мы их с уважением все называем, проводится утренняя гимнастика, как к примеру, для того, чтобы повышать их активность. Это утренние часы, когда еще не так жарко, в 9 утра. Место встречи – наш любимый дворец ветеранов. Это наше подведомственное учреждение. Там проводится активное… их встречают и проводят с ними зарядку для того, чтобы они могли чувствовать весь день себя бодрыми, живыми и активными. Но помимо этих мероприятий у нас еще работает, например, клуб «Мудрость и здоровье», где проводятся не только лекции на тему здоровья, но и приходят врачи, которые делятся полезной информацией, которая очень важна для людей пожилого возраста, например. Гимнастика дыхательная проводится, тоже очень полезная. Ее осваивают в этом клубе. Два раза в неделю она проводится. Но помимо этого любые активные виды и отдыха, и творческих талантов, то есть они тацуют. У нас и проводятся интеллектуальные игры по этому, потому что мы знаем, что мозговая активность – это тоже очень важно для того, чтобы замедлить старение вообще и продлить свою жизнь активную и счастливую долго-долго. Но вот хочется, раз мы уже заговорили о нашем замечательном учреждении, Дворцу ветеранов, вот совсем недавно исполнилось 20 лет. Это событие мы как бы очень хорошо отметили. Замечательный коллектив. Очень хочется выразить им еще раз слова благодарности и поздравить с сегодняшним праздником, Днем социального работника, потому что они действительно как бы дарят свои силы, возможности для того, чтобы наши уважаемые ветераны, труженики, которых действительно осталось не такое большое количество, чувствовали себя необделенными, нужными и нашему городу, и своему государству, и своим близким, и налаживали яркие контакты между собой, да, все-таки взаимообмен энергии – это вещь, нужная в любом возрасте. Вот, поэтому там сейчас работает более 20 творческих объединений, это и танцевальные коллективы, и хор, и ансамбли, и работают различные клубы по интересам, и можно сказать, вот только вчера было мероприятие, большой фестиваль закончился, который они проводили на своей территории, и было очень яркое событие, тоже во всех средствах массовой информации о нем говорили. Ну, могу только добавить для того, кто еще не знает о этом нашем учреждении, о этом дворце, который, да, что он находится у нас по адресу Марис Тереза, 103А. – Ну, Светлана Михайловна, раз уж начали мы с вами о праздниках, о поздравлениях, давайте тогда сегодняшнюю такую полупраздничную программу закончим, наверное, поздравлением социальным работникам. – Да, сегодня замечательный праздник, так совпало, я не знаю, может быть, это специально так получилось, да, для того, чтобы хочется поздравить с Днем социального работника, всех своих коллег, ну и не только людей, которые работают в моем там департаменте. Хочется поздравить всех работников социальных учреждений и Самары, и Самарской области, и не только Самары, и других регионах, если вдруг они сейчас являются гостями нашего города, с этим замечательным нашим профессиональным праздником от имени Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Мы понимаем, что социальный работник – это не столько профессия, сколько образ жизни. Уже сегодня говорили, что это одна из самых требовательных сфер к работающим в ней людям, и не только с профессиональной точки зрения, но и со стороны личных и душевных качеств. Ведь главной задачей социального работника – это все-таки является поддержкой у людей в тех непростых жизненных ситуациях, в которых они оказались, от которых никто не застрахован. Именно вы, дорогие коллеги, заботитесь о людях, особо нуждающихся в этом, и помогаете им пройти и прожить эти непростые времена. Ваш профессионализм, неравнодушие и готовность прийти на помощь в любое время помогают людям справиться со своими трудностями. Желаю вам счастья, крепкого здоровья. Пусть ваш труд, он приносит отдачу и такое же добро, которое вы дарите нуждающим всем людям. С праздником, дорогие коллеги. Светлана Михайловна, я поздравляю вас и ваш департамент. Спасибо, что были с нами. Программа «Город С». Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова